Хочу немного поговорить о аффирмациях. Смотрите, ежедневно я вам даю рекомендацию, на какие лунные сутки нужно слушать аффирмации. Для чего это нужно? Объясняю. Значит, лунные сутки не равны земным. Соответственно, если в этом месяце у нас отчет пошел на первых лунных суток с 5 часов утра, то к 14 лунным суткам они сдвинулись аж к 5 часов вечера. И они будут все дальше, дальше, дальше двигаться. Что я рекомендую вам делать? В том видео, в котором есть аффирмации, я их выписываю. Вот вы когда слушаете, вы проникаетесь каждой фразой. И та, которая прям очень-очень сильно отзывается в сердце, рекомендую их как минимум 3 выписать. Прямо выписывайте и запоминайте. И в течение этих суток читайте. В исполнении я хочу отметить, что если вы, допустим, проснулись в 6 часов утра, кто сейчас на самоизоляции просыпается, пусть в 11, в 10, не знаю, в 9 часов утра, и если вы начинаете правильно день с аффирмаций, да, то действуют еще аффирмации те, которые я ранее вам давала. То есть с утра сегодня у нас действовали аффирмации на 13 лунный суток. Я с утра помедитировала, включила аффирмации те, которые я хочу на тот лунный день, ну, а также выписала свои любимые, которые я в течение вот этого времени до 5 часов вечера читала. Что я начинаю делать с 5 часов вечера? Я продолжаю читать аффирмации, но новые. Не те, которые были вчера и с утра, а новые. А вот эти самые новые аффирмации как раз-таки уже с 14 лунных суток. То есть в 5 часов я послушала новые аффирмации, выписала те, которые мне понравились, в блокнот свой, он у меня всегда рядом, и я возвращаюсь в течение дня оттуда. И буду завтра уже с утра слушать опять на 14 лунные сутки, и в течение дня возвращаться к этим аффирмациям. До того времени, до которого я опять вам завтра не напомню, с которых начинаются новые аффирмации, и так по кругу. То есть, надеюсь, вы понимаете эту всю систему. С утра мы не просыпаемся, не зная, ой, какой лунный день, или там мы не знаем, какие аффирмации читать. Нет, мы знаем, какие аффирмации, потому что у нас продолжался сегодня, допустим, 13 лунные сутки. Завтра будут продолжаться 14. И этот круг постоянен. Ну да, конечно же, бывают такие моменты, когда, сдвигаясь, сдвигаясь, лунные сутки переходят, грубо говоря, на ночные. То есть, начало лунных суток может быть в 12 часов ночи, а то и глубокой ночью в 2-3 часа. И, соответственно, утром просыпаясь, вы должны понимать это все. Но могу вам сразу сказать, что если вот после полудня начинаются лунные сутки, то это велика вероятность, естественно, что до следующего чуть ли не вечера у нас будут действовать вот эти вот начатые лунные сутки. Если же начались они ночью, глубокой ночью, либо ранним утром, 4 часа это уже утро у нас, соответственно, вы должны это отследить и слушать, выписывать нужные. А чтобы не ошибиться, я вам всегда в своих сторис напоминаю об этом. Я это контролирую, поэтому ко мне заглядывайте. Но также хочу отметить, что если вы читаете аффирмации на определенные лунные сутки, это не значит, что вы должны отказаться от универсальных установок, аффирмаций, которые у вас были до этого. Просто продолжайте их читать в дополнение. И в завершении напомню, что аффирмации это просто слова-словосочетания, которые выражают ваши собственные желания и мечты, и которые повторяются многократно, и не более того.